Здравствуйте, уважаемые зрители! Меня зовут Горелкина Марина, и сегодня мы с вами начинаем цикл передач под названием «Туристическая гостиная», посвященный конкурсу видеороликов «Дальний Восток. Земля приключений». Сегодня мы находимся с вами в гостях Укронодского заповедника и беседуем с заместителем директора по экологическому просвещению и связем с общественностью Татьяной Гульбиной. Начнем с небольшой предыстории. В 2022 году полномочный представитель в Дальнем Восточном федеральном округе Юрий Петрович Трутнев дал старт конкурсу «Дальний Восток. Земля приключений». Любой желающий старше 10 лет, пройдя определенные этапы регистрации, может прислать видеоролик о своем путешествии по Дальнему Востоку. Срок подачи заявки продлится до конца сентября 2023 года. Победители ждут солидные денежные и не только призы. На официальном сайте конкурса можно подробнее ознакомиться со всеми условиями. Татьяна, вы уже слышали что-то про этот конкурс? Да, Марин, я слышала про этот конкурс. Он стартовал на Восточном экономическом форуме в сентябре этого года и это самый крупномасштабный конкурс, проводимый за последние десятилетия, который посвящен путешествиям на Дальнем Востоке. Татьяна Алексеевна, как вы считаете, такие конкурсы важны в продвижении Дальнего Востока как точки туристического притяжения, популяризации туризма на Дальнем Востоке? Да, безусловно, такие подобные конкурсы важны для популяризации и путешествий по Дальнему Востоку и природы Дальнего Востока, потому что если говорить о заповедном Дальнем Востоке, то федеральные заповедники, заказники, национальные парки — это треть территории Дальнего Востока, это огромные площади. И мы понимаем, что в любом случае участники конкурса будут присылать сюжеты, видеоролики, которые будут сняты непосредственно на заповедных территориях. И если мы видим номинации, которые озвучены в конкурсе, то есть это пеший туризм, это водные путешествия, это зимние путешествия, то здесь четко виден вектор развития туризма на Дальнем Востоке в ближайшие годы. То, что важно продвигать те виды путешествий, где еще есть точки роста. Вы активно занимаетесь продвижением экологичного отношения к природе и экологического туризма в целом. Как вы считаете, может ли такой конкурс помочь сделать наших соотечественников более ответственными по отношению к природе и более просвещенными в экологическом туризме? Давайте я вам расскажу непосредственно на примере Кранотского заповедника, то есть когда мы развиваем экологический туризм в Кранотском заповеднике, мы делаем это для того, чтобы у людей была возможность узнать природу и полюбить ее, потому что невозможно любить природу по картинкам в интернете. Невозможно полюбить природу, не прикоснувшись к ней, невозможно любить природу, не почувствовав то место, где ты находишься. Поэтому, конечно, те люди, которые приезжают к нам на территории, те люди, которые видят, как поставлен туризм у нас, что туризм возможен, если он грамотно организован, если сделано все для того, чтобы снизить антропогенные нагрузки на территорию, туризм возможен, и он может быть организован таким образом, что природе с грамотно организованным туризмом будет лучше, чем без него. Но если говорить не только о Кранотском заповеднике, то я надеюсь, что этот конкурс будет не только популяризировать природу Дальнего Востока, но и привлечет внимание к проблемным аспектам. Но для того, чтобы на них был грамотно организован туризм, нужно создавать инфраструктуру. И мы видим это не только, например, из заповедных территорий Камчатки, но и тех природных территорий, куда обычно выезжают жители Камчатки, и где действительно необходимо создавать инфраструктуру, чтобы эти территории не были уничтожены в ближайшие годы. И возможно, что этот конкурс также привлечет внимание к такого рода проблемам. Ваши сотрудники так часто по работе отправляются в уникальные места Камчатки, которые бывают даже неизвестны местным жителям. Не хотят ли ваши сотрудники подать заявку на конкурс? Мы на самом деле, когда я услышала об этом конкурсе, я сразу сказала и своим сотрудникам, и своим коллегам, что нам нужно обязательно подаваться на этот конкурс. В этом году, в этот туристический сезон, мы как раз прошли по маршруту Узунгейзерное кольцо, то есть это тот маршрут, который мы планируем запускать в следующем году. И сейчас нам нужно было сделать непосредственно рабочий поход с целью проектирования будущей инфраструктуры, с целью выявления слабых мест, возможных вариантов маршрута. И он действительно был удивительный, потому что он захватывает все те места, которыми Камчатка всемирно известна. И грязевые вулканчики, и гейзеры, и вулканы, все это вы увидите на таком маршруте. Мы шли три дня, мы прошли 48 километров, мы шли через снежники, мы шли через кедровый сланик, через курумники. Мы создали в себе много препятствий, которые сами преодолели, и мы вернулись опять-таки в ту же точку, из которой мы вышли, в долину гейзеров, но уже совершенно с другим чувством. Уже с чувством дома, опять-таки с чувством места, с чувством, что это твое. Такое чувство невозможно получить при массовом туризме, даже однодневных вертолетных турах. Но именно пеший туризм, он дает вот это ощущение единения с местом, что ты часть природы, что природа часть тебя, и ты чувствуешь это место, и ты относишься к нему уже совершенно по-другому. И я думаю, что мы сделаем этот ролик непосредственно по этому маршруту, и он позволит в том числе, он поможет нам в продвижении этого маршрута в ближайшие годы. Это замечательно, спасибо вам, Татьяна, за уделенное нам время. И давайте в завершении нашей программы посоветуем всем жителям Камчатки отбросить сомнения и подать заявку на участие в конкурсе. Конечно же, я советую жителям Камчатки принимать участие в конкурсе «Дальний Восток. Земля приключений». Но нужно обязательно помнить о том, что если вы путешествуете по Камчатке, а природа Камчатки очень хрупка и очень уязвима, необходимо, чтобы ваше путешествие было экологичным и устойчивым, то есть необходимо соблюдать принципы «не оставляя следов». И также необходимо помнить о том, что вы находитесь в крае, где обитает 25 тысяч бурых медведей, необходимо соблюдать технику безопасности. Все мы не будем вспоминать то время, когда мы работали в офисе или ходили по магазинам. Будем вспоминать именно такие моменты, когда мы путешествовали, когда мы что-то преодолевали, когда мы покоряли горы, покоряли новые вершины, поэтому в конкурсе обязательно нужно участвовать. Хочется закончить наш первый выпуск туристической гостиной словами Юрия Петровича Трутнева. «Каждый человек имеет право на свои открытия, имеет право на свои лучшие путешествия. Мы хотим, чтобы люди приезжали на Дальний Восток, узнавали его, чтобы те люди, которые живут на Дальнем Востоке, открывали для себя новые уголки, потому что Дальний Восток – это огромная территория, и территория прекрасная. Есть много мест для открытий. Спасибо, что были с нами. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова